Друзья, всех приветствую на торговой сессии пятницы. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о маркетах, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Ну что ж, сегодня на повестке экономического календаря дня не так уж и много событий. Мы сегодня будем следить за тем, как отреагирует фунт на выход данных по темпам экономического роста за четвертый квартал и данных по промышленному производству за предыдущий месяц. Не то, чтобы статистика важная, не то, чтобы она точно приведет к каким-то мощным движениям, но эту статистику я предлагаю в этот раз все-таки проанализировать, друзья. Потому что ранее, как мы помним, на прошлой неделе британская валюта пришла в движение сразу же после того, как председатель банка Англии Эндрю Бейли подтвердил, что не собирается вводить отрицательные процентные ставки. И, в принципе, можно сказать, что британский регулятор дал установку того, что он не видит необходимости какой-то острой в дополнительных мерах экономического стимулирования. Это привело к тому, что фунт восстановился больше, чем на полтора процента. И сейчас продолжает котироваться в районе отметки 1,38. После того, как фунт получил хорошую национальную, скажем так, фундаментальную поддержку, не забывайте, что есть еще приятный бонус, связанный с довольно эффективной и очень массовой кампанией по вакцинации в Англии, где уже привито, можно сказать, больше 20% населения. Это самый серьезный результат среди всех развитых стран. И все вы знаете, друзья, как мы работаем с долларом, как я стараюсь вам аргументировать позицию и объяснить, почему все-таки шансы бакса на восстановление не нужно переоценивать и лучше даже смотреть на какие-то глубинные причины, которые ранее уже спровоцировали снижение курса американского доллара. То есть очень много условий сейчас для того, чтобы пара фунт-доллар росла. И сегодня, опять же, когда выйдут данные по промышленному производству, потенциально неплохие цифры могут стать еще одним доказательством того, что в Англии не будут приняты новые меры экономического стимулирования. То есть я предлагаю сегодня рассмотреть возможность роста фунта не с позицией элементарного анализа каких-то локальных отчетов, хорошая статистика, это позитив для экономики, плохая статистика, негатив для экономики, а зайти немножко с другой стороны и попробовать накинуть эти данные на перспективы монетарной политики. В целом, по фунту, друзья, я рекомендую вам держать лонги с целями 1.40 и выше. Рядышком идет пара евро-доллар 1.21.23. То же самое, те же самые ожидания о том, что риск будет восстанавливаться, риск будет пользоваться серьезной поддержкой слабого доллара. Ну и к тому же, если мы сейчас оценим ситуацию на долговом рынке, например, США и еврозоны, придем к выводу, то, что европейские активы, долговые облигации по-прежнему интереснее американских, хотя бы с позиции не только процентных ставок, но и, например, ситуация с инфляцией, ведь еврозоны, она фактически остается в районе нулевой отметки, в то время как в Штатах одним из самых серьезных, наверное, факторов того, что все сейчас не так уж и радужно, это отрицательная доходность американских облигаций. Ну, реальные доходности, я имею в виду, и некоторые категории активов. Вот почему доллар поджимают, и вот почему я рекомендую покупать золото, потому что сравнивая именно интерес институционалов, которые обычно работают только с двумя категориями суперактивов, это облигации США, либо золото. Золото, как вы понимаете, не приносит ни процентного, ни купонного дохода, ни дивидендного, а только лишь позволяет зарабатывать на изменение номинальной стоимости. Облигации приносят эти процентные доходы, но поскольку реальная ставка доходности может, с учетом коррекции на инфляцию, быть отрицательной, вложение в эти бумаги – это априори стопроцентный убыток. Друзья, золото, по крайней мере, можно еще использовать в попытке получить выгоду на приросте именно изменения его курсовой динамики. Поэтому по золоту у нас тоже идея очень сильно коррелирует со всем тем, что я рассказываю вам про доллар, про его слабость, про ситуацию с миокомитарной политикой Федрезерва, про ситуацию с низкими процентными ставками, и рекомендую рассматривать золото с точки зрения покупок с Эльми 1850 и выше. По евро-доллару, кстати, мы ранее ориентировались на рекомендацию Бэнков Америка, которые рекомендовали держать эту пару с целями 1.25. Сейчас целевые ожидания пересмотрены радикальным образом до отметки 1.15. Вы знаете, я читал эту инвест-декларацию, пытался разобраться в причинах такой бред и такая глупость, что даже не хочу вам озвучивать эти критерии, которые эксперты Банка Бэнков Америка считают, могут стать основанием для изменения динамики по доллару. Давайте смотреть с тем, что есть в моменте. В моменте у нас еще один отчет по американской экономике, это данные по заявкам на пособие по безработице. Вчерашний релиз и, как мы ожидали, очередной прирост. Это было 793 тысячи новых обращений против прогноза 757. За день до этого Джером Пауэлл, который возглавляет американский регулятор, дал конкретную установку словесную о том, что уже очевидно и видно, что рынок труда США устанавливается не теми темпами, как хотелось. Он реально буксует. И вот, пожалуйста, подтверждение статистическое. Джером Пауэлл конкретно дал понять, что не будет менять монетарную политику, не будет корректировать процентные ставки, не будет изменять объем программы количественного смягчения. Все, что в плане стимулов сейчас используется, это, друзья, будет кочевать вместе с нами из первого квартала во второй квартал. И на этом фоне, я думаю, что по доллару мы точно окажемся еще ниже. Понятное дело, что ни один актив не может двигаться в одном лишь направлении. Поэтому замедление нисходящей динамики мы ее наблюдали на протяжении всей недели. И, между прочим, недельные потери доллара стали чуть ли не максимальными с февраля прошлого года. И сейчас локальная инициатива временной перешла к покупателям. Может быть, это наслоение эффекта пятницы, когда перед выходными трейдеры фиксируют результаты своих прежних торговых позиций и ордеров. Но особо я выдумывать не хочу, друзья. Я просто признаю, что то, что переходит инициатива от одних к другим, это нормально. Но в целом я советую вам смотреть все-таки на фундаментальные причины, которые, как и ранее, свидетельствуют о том, что доллар будет ослабеться. И еще одна прекрасная новость. Мы с вами ждали, хотели получить подтверждение того, что до конца этого месяца, а остаются фактически две недели, в США все-таки протащат пакет экономических стимулов. И Нэнси Пелоси, которая возглавляет пауту представителей, вчера сделала заявление о том, что предпримет все, что от нее зависит, чтобы действительно довести дело до конца и добиться того, чтобы уже в март американская экономика перешла с четким ожиданием того, что вот-вот всем домохозяйствам поступят финансовые средства, о которых мы ранее говорили. Это повышенные пособия и довольно серьезные единоразовые выплаты. Я жду, как все это аукнется в ослаблении курса доллара и вам также рекомендую. S&P 3906 пунктов. В принципе, остаемся вблизи исторических максимумов. Биткоин накануне обновил хай, забрался в район 48 тысяч, сейчас корректируется. Есть фундаментальная причина. Мастеркард также сообщил о том, что дни могут более находиться в стороне от хай по криптоиндустрии. И также сообщили о намерении выйти на криптовалютный рынок в перспективе ближайшего времени. Конкретно даты не отмечались, даже не шла речь о тех инструментах криптовалютного рынка, которые будут доступны для работы через платежную систему Мастеркард. Но все идет к тому, что Мастеркард – это, возможно, один из первых прецедентов такого глобального масштаба, который еще больше сделает, приблизит криптовалютные активы к традиционным фиатным деньгам. Действительно, рынок криптовалют все стремительнее входит в нашу обыденную жизнь, друзья. Нужно, наверное, с уважением относиться к тому, что сейчас происходит с криптой. Но, опять же, про биткоин я уже не раз говорил, что на таком текущем состоянии серьезной перекупленности, наверное, лучше в рынок лезть не стоит. Лучше подождать коррекции. Вот когда она случится, тогда мы еще раз оценим перспективу уже на последующий рост. На этом, собственно, все. Хорошей вам торговой сессии и закрытий недели. Всем пока!